Светлана вопрос задает. Как управлять уплотнением личного пространства, чтобы не навредить себе? Вообще этой работой всегда лучше заниматься под руководством преподавателя, учителя, если учителя есть. Потому что есть преподаватель, есть учителя. Учителя – это уже высшее состояние преподавателя. Это как профессор и академик. То есть преподаватель может быть профессором, а вот академик – это уже учитель. Вот так что здесь лучше все-таки учиться. Не просто вот как бы дома, не оторваясь от дивана так, в свободную минуточку. Это работа не досуга. Это работа перестройки самого себя. Понимаете это? И здесь уже на самотек все пускать, ну, вряд ли получится. Вы же видите, какого уровня текста. Это уровень очень высокой сложности. В ней же очень много скрытого смысла, который вы сейчас можете воспринимать только поверхностно и даже не понимать глубину этих текстов. А там один уровень, другой уровень, третий уровень, еще, еще, еще. Людмила задает вопрос. Почему нам мало отпущено времени для перехода в другое пространство? Ну, это вопрос не ко мне. Понимаете, вот это уж не от меня зависело, сколько времени. Потому что эти вещи определены давно и заранее. О них говорили еще великие прорицатели, пророки из средних веков, и начальных веков. И там у них расписано все. Даже может вот Василия Немчина почитать, он пишет про сегодняшние дни Настардамуса, Вангу тоже послушать, Эдгара Кейси, что он говорит. Это не я тут задавал эти параметры. Я только в них осуществляю ту работу, которую мне поручил Создатель. Он мне поручил передавать вам эти знания. Я передаю. Я передаю знания. Это моя работа. А уж рамки событий и масштаб событий, как это все будет происходить, это не от меня зависит. Это зависит в определенной мере от вас. Потому что вы можете своей духовной работой ослаблять негативные события жизни. Если вы соберетесь, например, в какой-то стране, где, вот, например, в Италии, будут очень серьезные события. Если там, в Италии, люди соберутся и начнут, в общем-то, духовно работать, все вместе, созидательно, по определенному плану, устраняя те или другие предсказанные негативные события, то у них все может получиться. Во всяком случае, точно они ослабнут и не будут иметь такого масштаба. Елена спрашивает. Так как же выбирать сущности и подключаться к энергии? Но я же вам только что рассказал, что делают сущности. Они делают из вашего сознания зеркало. За счет лунного света ткут определенную, ну, как бы, вот такую отражательную ткань и кладут ее на подложку сознания. А дальше, после этого, вы сами понимаете, там темный план. И что получается? Получается зеркало сознания. То есть вам надо прежде всего знать, что надо это зеркало разобрать. Но в то же время надо иметь представление об эталонном взаимодействии сознания с внешним миром, чтобы его восстановить. То есть это опять процесс учебы. Вам надо ходить на занятия. И вы тогда это все будете знать. Антон спрашивает. Аркадий Ильич, значит законы и тот, и все ложные? Нет, так нельзя сказать, потому что он многое говорил. Ну, как они ложные? Он многое говорил того, что, в общем-то, правильно. Но смысл любого искажения заключается в том, что можно на 99% сказать правду и на 1% внести в нее ложь, которая уведет эту правду в бесконечность. Понимаете? Вот на 1% к отклонению бесконечности и вы через какое-то определенное количество лет окажетесь очень далеко от правильного пути. Иван спрашивает. Если частота шума увеличилась, управлять можно не входя в альфа-состояние? То есть постоянно? Ну, стало сейчас легче, легче управлять, это точно. И те, например, операции, которые, ну, технологические, которые мы делали, у них срок реализации очень мощно сократился. Раньше мы иногда результаты ждали и месяцами, иногда даже и годами, а сейчас все происходит буквально в считанные дни. Редактор субтитров А.Семкин